Здарова народ, с вами Гобз, и сегодня я буду рассказывать вам о том, как себя чувствует Dark Souls Remastered на Nintendo Switch. Пожалуй, стоит начать с того, что серию Souls я недолюбливаю, и нисколько из-за того, что она сложная, как все говорят. Ребята, я люблю Ninja Gaiden, а потому что эта игра обманула мои ожидания, когда вышла. Мне говорили, что это сложная японская RPG. Я рассчитывал увидеть что-то из разряда ЖРПГ, но с экшеновой боевкой, как какой-нибудь Готике, Элдерскролсах или Ведьмаке, который сложная, как Ninja Gaiden, или может даже хуже. А на деле я получил кривой кусок кода, который работал плохо на консолях седьмого поколения, где поначалу были очень однообразные враги, где крупные враги вообще местами рискины друг друга, где по факту нету взаимодействия с другими персонажами, и где ты будешь вылетать за пределы карты из-за того, что кривой геймдизайн. В общем, да, разочарованию моему не было предела. Хотя, куда большим разочарованием было портирование игры на ПК. До сих пор слагаются легенды, как Dark Souls изначально шел на ПК. Это был полный пипец, так уж вышло, что я ее на старте играл. Никакой оптимизации, никакого уровня графики, менюха все время слетала, цвета были битые, и все открывалось в окне, который нельзя было никак расширить, кроме как командной строкой. Это был самый уебищный порт на тот момент. Честно говоря, в те годы я хотел, чтобы Dragon's Dogму портировали на ПК. Благо они это сделали, но сильно позже. А теперь возвращаемся к игре на Switch. В целом, миядзаковская игра ведет себя как миядзаковская игра. В смысле, она все еще кривая, FPS на некоторых локациях все так же стремится к нулю. Чисто с точки зрения визуальной проблем нету. Но заметил очень интересную вещь. Как-то проще стали убиваться противники. Да и очков вроде как дают побольше. Может быть мне просто показалось в силу привычки, потому что я знал, кто откуда выскакивает. А может быть действительно в ремастере эту вещь поправили. Также я думал, что багов будет поменьше. Багов будет поменьше. Но багов примерно столько же, сколько и в оригинальной версии. В общем, в плане оптимизации все прям не очень хорошо. При том, что графика, ну, не выдающаяся. Почему там нету 60 FPS? Почему есть просадки? Очень интересный вопрос. Но в целом идет более-менее терпимо. Насколько я понял, на свитче игра может транслироваться до 900p. Имеется в виду в док-станции. И на большом экране она тоже выглядит более-менее нормальной. Управление там примерно такое же, как и на старших версиях. Но учитывая тот факт, что это свитч, да, оно чувствуется чуть похуже. Но в целом это вполне терпимо. И да, когда я сказал, что там управление, как в старших версиях, оно буквально такое же. На B подтвердить, на A выйти. Те, кто привыкли играть на старших консолях, разницы в расположении кнопок не заметят. Главное на них не смотреть. В общем, если вы фанатик Dark Souls и хотите играть в эту игру в портативе, пожалуйста, покупайте свитч-версию. Но советую играть в нее на чифире. На чифире игру можно запустить куда в большем количестве FPS и куда с меньшими проблемами в плане пролагов. Так что да, в этом случае корсарство даже немножко спасает Dark Souls на свитче. Ну а на сегодня это все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, дизлайки, пишите комментарии, я все читаю. Ну и конечно не забываем самое главное. Пьяный гоблин должен оставаться пьяным. Всегда. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok